Александр Михайлович Невашов. Белый акцентный стих в кавычках Бродского статистически. Значит, в 10-м, если не ошибаюсь, славянском стихе был опубликован в высшей степени интересный обзор Юрия Борисовича Армийского. Белый акцентный стих Юсифа Бродского. И вот, собственно, я процитирую Юрия Борисовича в постановке проблемы. Среди исследователей творчества Бродского, а особенно среди его соратников, бытует устойчивое мнение, будто бы Иосиф Александрович неоднократно обращался к верлибру на протяжении всего своего творческого пути. И дальше, значит, Юрий Борисович называет это недоразумением явным. И в связи с тем, что общим местом в Бродсковении является ориентация Бродского на его неоклассическая ориентация, соответственно, Юрий Борисович объясняет это так. В корпусе стихотворения поэта обнаруживается 26 стихотворений, написанных вольным белым акцентным стихом, формой, чрезвычайно близкой к традиционному русскому верлибру, однако, тем не менее, отличающийся от него, причем переход между этими стиховыми формами оказывается достаточно плавным и так далее. Проблема в том, что в статье Орлийского не было произведено статистического обследования изучаемой выборки. И это при такой вот размытости самого термина белый акцентный стих создает опасность смешения текстов в различной метрической природе, точно установленными общими признаками которых является пока только отсутствие рифма и то, что ни один из них не укладывается в метрические схемы классической силаботонии. Значит, вот как раз таки такому статистическому анализу и посвящен доклад. Я работу выполнял под руководством Александра Владимировича. И в скором времени, надеюсь, это все выйдет в виде статьи, но работы у нас еще много. Мы анализировали интервальную сетку. Это статистика распределения междурных интервалов, не междуритовых, строго междурных в тексте. Это тот способ, каким Михаил Иванович Гаспаров анализировал акцентный стих Маяковского. Вот в современном русском стихе глава акцента и стих Маяковского как раз посвящена этому. Значит, вот несколько тезисов. Распределение интервалов, отличное от нормального прозаического, я его покажу ниже, что такое нормальное прозаическое, создает метрические ожидания, давая возможность интерпретировать некоторые ударения как неиктовые, они же сверхскемные. Александр Владимирович очень ругается на термин сверхскемные, соответственно, неиктовые. А некоторые длинные междурные интервалы как иктообразующие. И для свободного стиха Верлибра, по всей видимости, характерна тенденция к совпадению интервальной сетки с прозаической. А Татьяна Владимировна говорит, что даже еще более усиливаются признаки, характерные для прозы. Так как интервальная сетка характеризует метр и ритм в их единстве, они там еще не расчленены, и каждому типу метра можно сопоставить несколько интервальных сеток. Это вот та проблема, о которой Кирилл спорил с Сергеем Евгеньевичем. Что вот здесь больше двухсложных интервалов, а здесь больше односложных, а тем не менее и то, и другое дольник. Да, и то, и другое дольник. Но поскольку ритмическая типология дольника во многом зависит от того, какие интервалы между их двусложные или односложные преобладают, соответственно, точно так же вот этому дольнику на двусложной основе будет соответствовать интервальная сетка, в которой будет больше односложных интервалов. Вот и вся проблема. И еще последнее. Одна и та же интервальная сетка. Это показал как раз... Вот так, я Кирилла не вижу. Дискуссия продолжается. На докладе, если я не ошибаюсь, на Шапировской конференции поразительный пример, когда сравнивал трех-фтный дольник Бродского и только этого мало Тарковского. Значит, одна и та же сетка интервальная может соответствовать в редких случаях двум разным типам метра. И поэтому анализ интервальной сетки это только первый этап всестороннего анализа текста. Я поясню именно на моем материале, что это значит. У меня тоже будут такие примеры. И вот, значит, эта таблица из современного русского стиха Гаспарова, страница 302. Вот он как раз показывает, что, значит, я здесь единственную замену сделал, акцентный стих заменил на тонический, как раз в связи с тем, что мы говорили с Татьяной Владимировной, что Гаспаров и акцентным, и тоническим называл стих Маяковского, плюс то, что мы сейчас называем берлибром. Соответственно, Татьяна Владимировна предлагает эти термины развести следующим образом. Тоническим стихом называть стих Маяковского, условно говоря, а акцентным стихом называть тот стих, которым пишется в основном русский верлибр до конца 20 века. Вот, значит, в ямбере, в двухсложных размерах, соответственно, пике приходится на односложные и трехсложные интервалы. В трехсложных размерах пик идет на двусложный интервал, 88%, в дольнике на сумму односложных и двусложных. Вот в этом доническом стихе на сумму односложных, двусложных и трехсложных. А в прозе вот это главное различие. В прозе три четверти интервалов это односложные, двусложные, трехсложные примерно поровну. А в тоническом стихе иксума доходит до 90% и даже выше. То есть, там гораздо больше такая... Спасибо. И принципы разметки ударений. Так как метрический степень, который текстов еще только подлежит установлению, значит, для разрешения спорных случаев использовался метод акцентуации свободного стиха, разработанный Гаспаровым и Татьяной Владимировной. То есть, все тексты, там и янг, и двусложные размеры, и дольник, мы размещали так, как будто это свободный стих. То есть, только вот лингвистические ударения без каких-либо стиховых аберраций. Итак, значит, материал. Мой материал немного не совпадает с выборкой Юрия Борисовича. Дело в том, что два стихотворения, вот этого критерия, там четыре строчки, и те, кто не умирают, живут, восемь строчек. В силу их малого объема рассматривались не общие статистики. И те, кто не умирают, живут, это привыкный дольник. Он никакого отношения к акцентному стиху не имеет. Полностью на 100% укладывается в схему. 24 стихотворения, соответственно, взял из корпуса Орлицкого. Плюс стихотворение определения поэзии, которую Юрий Борисович определил как верлибер и противопоставил рассмотренным текстам. И два стихотворения, да, вот, значит, при исключении я сказал, вот, конечная выборка, вот 25 стихотворений получается. Значит, что мы с этими стихотворениями делали? Во-первых, мы проводили корреляционный анализ. Я сразу скажу, что он еще не закончен, потому что требуется еще определение частного коэффициента корреляции и, возможно, факторный анализ. То есть это пока самый такой простой вариант. Что такое частный коэффициент корреляции? Грубо говоря, если два типа интервалов на основании вот этого анализа, анализ показывает, что они друг с другом коррелируют, это может быть не корреляция прямая между ними, а их зависимость от какого-то третьего интервала. Соответственно, для того, чтобы влияние третьего интервала устранить, нужно будет впоследствии вычислить частный коэффициент корреляции. Это довольно большая работа, и пока мы ее не проделали. Значит, что это в итоге такое? Значение коэффициента может варьироваться от минус единицы до единицы. Соответственно, если он будет больше нуля, то корреляционная зависимость прямая, если меньше нуля, то обратная зависимость. И есть степени корреляционной зависимости по силе. От нуля до двух десятых корреляция отсутствует. Слабая корреляция от двух десятых до пяти десятых. Корреляция сильная от пяти до девяти десятых. И, соответственно, если от девяти десятых до единицы, это корреляция функциональная. Коэффициент вычислялся для каждой пары интервалов 0,1, 0,2, 1,2, 1,2, 1,3 и так далее по процентным показателям частотности. Значит, вот пример вычисления коэффициента для пары 0 и 1. Значит, x это 0, y это 1. Вот они номера наших стихотворений. Средняя, так, это лучше здесь показывать. Значит, x это нулевой интервал, y это односложный интервал. Вычисляются все составные части формулы. И в конце мы получаем минус 0,26. Собственно, то, что нас больше всего будет интересовать, это результаты. Значит, здесь уже я сделал табличку, в которой сравниваются группы интервалов на основании тех данных, которые были получены на отдельных. И вот, собственно, самое главное, что удалось выявить. Функциональная обратная корреляция между группами интервалов 1, 2, 4, 5 и 0, 3. И слабая корреляция между группами 0, 3 и 6, 7. Слабая прямая корреляция между интервалами 4 и 5, 6 и 7, 4 и 6, 4 и 7, 5 и 7. То есть вот длинные интервалы друг к дружке. Слабая обратная корреляция между группами 1, 2 и 4, 5, 6, 7. О чем эти коэффициенты говорят? В рассматриваемую выморку состоится стихотворение по меньшей мере двух типов. В стихотворении первого типа преобладают интервалы 1 и 2, допускаются интервалы 4 и 5, редко 6 и 7. Избегаются интервалы 0 и 3. При этом между короткими, односложными и двусложными и длинными, 4, 5, 6 и 7 сложными, устанавливается слабая обратная корреляция, так как это было бы при пропусках ударений на эльфах. Предположительно, этот тип стиха может быть дольником ритмического типа, выделенного Гаспарова. Или какого-то стихородственного ему. И во втором типе стиха увеличивается доля избегаемых дольников дольником нулевых и трёхсложных интервалов. Соответственно, это может быть какой-то один тип, может быть это несколько разных. Но, тем не менее, для дальнейшего исследования выборки требуется группировка данных, полученных по отдельным стихотворениям по критерию согласия Пирсона, критерия хи квадрата. Сколько у меня времени осталось? Я за... Так, я тут уникласть, естественно, но ещё минуты 4. Значит, давайте-ка я сразу к выводам. Вот это непосредственно цифры, я хотел на них конкретно показать. Но, например, второе стихотворение. Нулевой интервал 9.38, третье стихотворение 0. Сумма... Ну, очень... Так, сейчас не буду, это будет слишком путано. Лучше покажу, что у нас получилось по критерию согласия. Значит, это пропускаем. Да, вот, значит, всё-таки суть самого метода в том, что некоторое вычисленное значение хи квадрат сравнивается с критическим значением, которое мы находим по таблице в соответствии с... Значит, в соответствии с уровнем значимости это вот этот альфа 0, 0,5 для всех сравнений я брал. Это значит, что допускается вероятность ошибки в 5% и с количеством степеней свободы. Вычисляется по формуле df равно r-1 умножить на s-1 r – количество типов международного интервала s – количество проверяемых стихотворений. И вот пример расчётов. Расчётов... Соответственно, вот... Это Бробизон Террас и Санкт-Петро. Вот мы получили хи квадрат, равный 4,0 и сравниваем его с критическим значением. Он оказывается меньше. Соответственно, принимается гипотеза h0 о том, что эти распределения однородны. И как в итоге... Значит, каждое стихотворение сравнивалось попарно. Все стихотворения в выборке сравнивались попарно. И выделялось ядрометрической общности. Это в ядре все стихотворения однородны друг к другу. И неоднородны всем другим ядерным группам. И гипотетические периферии – это все тексты, в которых распределение интервалов однородно хотя бы одному стихотворению из ядра. Значит, дальше тексты из гипотетической периферии присоединялись к ядру, в порядке убывания количества стихотворений, как ядерных, так и составляющих гипотетическую периферию, распределение между данных интервалов в которых однородны таковому распределению во включаемом стихотворении. И после каждого такого включения полученная группа снова проверялась на однородность по критерию хи-квадрат. Что у нас в итоге получилось? Группа А, в которую вошли стихотворения «Камня на земле», «Определение поэзии» лучше всего спалось на советовском памяти Феди Добровольского, пьеса с двумя паузами для сакс-баритона, памятник и все. Значит, в другую группу вошло 19. Так, что у нас здесь происходит? Вот, например, стихотворение «Вертун» я поместил в отдельную группу. Ну, как раз мы возвращаемся к тому, чем я говорил вначале, что разница между интервальными сетками может свидетельствовать не о метрических различиях, а о ритмических. Вот, стихотворение «Вертун» при включении в группу «Б» нарушает ее однородность, но, тем не менее, при этом оно однородно большинству стихотворений из ядра группы «Б» и неоднородно стихотворения из ядра группы «А». Но при этом все строки этого стихотворения вкладываются в ту же метрическую схему, что и все строки стихотворений группы «Б». Что и второй важный момент. «Камни на земле». Вот, это самое яркое, что может быть. Вот здесь первая таблица. Длинный строк 85% на четверки в камнях на земле. В остальных такого яркого тяготения к равноударности нет. И в клаузу 100% женских камней на земле, все остальные распределяются по-разному. При этом по интервалам в камнях на земле однородны все остальные группы «А». Но все-таки то, что Татьяна Владимировна говорила, если у нас есть заметный пик на количество ударений в строке, мы все-таки относим стихотворение к тоническому стиху. А остальные тексты, поскольку можно даже… Считают ли на кого-нибудь эти цифры или нет? Нет. Тогда я лучше потом покажу. Первая группа – 0,7%, 9%. Лучше всего сполосено в «Саветовском» проблемное стихотворение 0%. Там отдельная ситуация, о которой я не успею сказать. Памяти Феди Добровольского – 8%, пьеса с двумя паузами – 4%, памятник – 10%. Сумма односложных, двусложных и трехсложных интервалов – 76, 79, 90, 72, 84, 73. За исключением, опять же, лучше всего сполосено в «Саветовском», про который надо сказать пару слов, но не успеваю я, к сожалению, сейчас. Все уже, да? Совсем, совсем. Вот. Одну секунду, значит, я покажу, что за тексты попали во вторую группу. Это тексты того же размера, что и последнее стихотворение, которое нам показывал Сергей Евгеньевич. «Цезарь был не при чем, страдая сильнее прочих. От отсутствия роскоши нельзя упрекнуть и звезды, ибо низкая облачность, снимая с планет ответственность, перед обжитой местностью отсутствие не влияет, на присутствие мраморная плита начинается именно с этого, поскольку односторонность, все нули и тройки идут в середине длинных 5-6-никальных строк, а появляются они на стыке сегментов. Короткие строки все абсолютно точно укладываются в дольник, и вот эти вот полустиши, да, тоже никаких аномальных интервалов не содержат. Вот. Все, Саша. Все 19 стихотворения, написанных вот этим размером, они написаны уже после 1974 года, после иммиграции, а все стихотворения, попавшие в первую группу, это ранние 59-61 годы. И все они по-своему экспериментальны, несмотря на тип стиха, да, там, верлибром это в итоге окажется, или тоническим стихом, но действительно Бродский уже в зрелом возрасте прекращает вот эти эксперименты, и самым свободным вот его стихом становится вот этот вольный белый дольник. Вот. Все, я закончил. Так, у нас на дискуссию ровно 5 минут, поэтому один вопрос, один ответ. А вот здесь как раз, Саша, почему не мог же то, я не обжитой? Он так читает, и это по-трицаписи, и его по-своему интуиции, и вообще в втором случае тут каким-то дали. Так, значит... Чем мог же то, я обжитой? Значит, здесь... Почему здесь не стык удаления? Опять же, я скажу, как ты откудешь со всеми такими случаями? Бродской полно. У Бродского количество нестандартных ударений, мягко говоря, просто оно зашкаливает. Это просто образцово-показательный поэт, как бы, там, в разных местах разные вещи. Можешь думать, что это, ну, трудно сказать, что он язык плохо знал, но, в общем, у него есть еще своеобразное ударение. Некоторые в дали не находятся, а некоторые в дали не находятся. Есть своеобразное ударение, и здесь я, кстати, скажу, что... Серж меня поймал как раз на том, что у меня специального метода вот таких вот нет определения таких случаев. Но, опять же, я не скажу, что их прямо так много, что... Не потому что стык, как читал Бродский. И языковое удаление, или как читал Бродский. У нас мы не можем принимать, что... У вас есть запись, как читал Бродский? Нет, поэтому обжитой. Мы считаем его не идиотом, не пьяным иностранцем, который считает, как попало. Но зато он был в стихах, что и прекрасно, понимаете, как рука не должен. Окей, слушайте, я понимаю, что это уже переходит к очень частному вопросу. Это отдельная интересная проблема. Конечно, интересная. Как частная. От этого зависит результат. Да, от него будет. И поэтому тоже надо сделать специальное обсуждение. Нет, вообще, да, есть, Саша, доклад. Нужно сделать тоже обсуждение не одном. Мне кажется, там заложена совершенно замечательная вещь. Вот особенно первый подсчет, потому что на втором я уже и я запуталась немножко. Мне кажется, что то, как вы сделали, да, можно отличить дольник с пропуском от как раз акценту стиха. Чтобы вы, кажется, не спустя, нащупали. Вот, наконец, мы получили адекватное применение математики стиховедов. Поэтому вот надеемся, что Саша нас научит адекватно использовать хей-квадрат, потому что явно он просто стиховедов уже каждый день нужен. Они обещали вместе с Александром Владимировичем научить нас до полного того, чтобы все мы полностью и навсегда поняли. Смотрите, простите, я в злодействии как соведущий. Можно на полминуты сделать тоже краткое вещество? Хорошо. Это все совершенно замечательно, маленькое замечание. Не надо торопиться с выводами. Мотивологические и точные методы дают нам прекрасный материал. Но не надо торопиться. Мы расслассифицировали текстовик, акцентный стих, свободный и прочее, прочее. Тоже на обсуждение. Если можно составлять такие тексты обманки, которые опровергнут, опрокинут этот метод, если им пользоваться единственным этим методом. Его надо учитывать. Но если я беру, скажем, страфу «не говори никому все, что ты видел», «забудь птицу, старуху, тюрьму» или еще что-нибудь, сплошные двухсложные интервалы. Подгонка под ответ на школьные терминологии. Всем известно, что такое. Дальше травка, тюрьмы, солнышко блестит, ласточка с весной, все они к нам летят. И я могу, подбирая вот такие участки, значит, страфы или группы страф, подогнать под любое распределение случайное. Оно здесь не случайное, а намеренное. И некоторые поэты это делают. Так что важный момент – это не панацея. Это прекрасный материал, который надо включить в орбиту нашего исследования.